здравствуйте мои дорогие друзья христос посреди нас сегодня мы с вами снова собрались вместе для чтения евангелия как мы всегда делаем по средам и сегодня мы заканчиваем 11 главу от луки вот так мы медленно действительно читаем читаем уже по сути больше года не торопясь зачала за зачалом прежде чем мы начинаем я как обычно хочу предупредить что мы читаем на церковнославянском языке для тех кто первый раз может быть смотрит этот выпуск сегодня и кратко объяснить почему мы делаем именно так конечно же мы читаем евангелие и на современном русском если нам это нужно допустим для лучшего понимания однако нашей православной церкви принято совершать богослужение на более древней форме языка язык ведь весь живая он меняется иногда не в лучшую сторону пропадают какие-то хорошие формы слов или какие-то даже слова иногда исчезают из обихода и вот церковь сохраняет их особенно это чувствуется в богослужении когда например церковнославянский язык однозначно глубже и точнее выражает некоторые понятия и вещи чем современный русский язык тому же сам этот язык возвышает ум человека он как бы переносит тебя в другую реальность помогает сосредоточиться на молитве оторваться от обыденности и повседневности также кстати в греческой православной церкви богослужение совершается на древнегреческом языке и это вовсе не значит что люди стоят в церкви ничего не понимают вот они именно для того чтобы лучше понимать дома читают молитвы на церковнославянском евангелие псалтирь читают по церковнославянски таким образом язык этот легко очень входит в ум и запоминаются слова очень просто ведь это язык наших предков наши русскоязычные предки когда-то говорили на старославянском языке церковнославянский это форма старославянского сохранившиеся в церкви больше нигде на этом языке не говорят то есть если бы не наша православная русская церковь то старославянский язык бы просто исчез лица земли и никто бы уже на нем не говорил а так ну хотя бы в своей церковной форме но он сохранился и это тоже большая культурная так скажем ценность и вот поэтому мы чтобы лучше понимать богослужение в церкви лучше понимать чтение евангелия в церкви мы решили читать евангелие в наших встречах по церковнославянски тем же кому трудно могут открыть евангелие на русском или на любом другом удобном для вас языке и следить за нами и вот мы с вами сегодня начнем с 11 главы стих 42 и прочитаем два подряд зачала до самого конца но горе вам фарисеум яко одесятствуете от мятвы и пегана и всякого зелия и мимоходите суд и любве божия все я же подобаши сотворите и о них не оставлять и горе вам фарисеум яко любите председание на сонмищих и целование на торжещих горе вам книжницы и фарисеи лицемери яко есть те яко гроби неведоми и человецы ходящие верху не ведет отвечав же некий от законник речей ему учителю сия глаголя и нам досаждаешь им он же речи и вам законникам горе яку накладаете на человеке бремена неудобно сима и сами единим перстом вашим не прикасаетесь а бременем горе вам яку зиждите гробы пророк отцы же ваши избиши их оба свидетельствуете и сблаговолите делом отец ваших яку тии оба избиши их вы же зиждите их гробы сего ради и премудрость божия рече послю в них пророки и апостолы и от них убьют и изженут да взыщется кровь всех пророк проливаемая от сложения мира от рода сего от крови авеля до крови захарии погибшего между алтарем и храмом ей глаголю вам взыщется от рода сего горе вам законникам яку взясти ключ разумения сами не вне досьте и входящим в избранистие глаголюще же ему сия к ним на чаше книжницы и фарисеи бедне гневатесе нань и пристате его амнозе лающий его ищущий уловите нечто от уст его да нань возглаголют вот здесь мы видим с вами такое очень жесткое суровое обличение фарисеев и книжников о чем говорит им господь начинает он с того что они отдают десятую долю мяты и руты и при этом забывают суд и любовь божию как понять этот момент о чем здесь вообще идет речь что за десятая часть его в том что ветхий завет закон предписывал десятину от всего что ты имеешь чем ты владеешь что ты получаешь то отдавать на храм отдавать богу и такая мелочь как десятая часть но это буквально что там получается но у кого-то может правда много мяты растет но вообще-то какие-то несколько веточек там мяты или пиган это рута это тоже такая ароматная трава а такую мелочь как бы да вот фарисеи соблюдали очень тщательно чтобы люди не сказали что они не внимательны к закону они выполняли закон до мелочей даже до такой мелочи чтобы отдать десятую долю от травки которая в огороде растет но у нас на востоке рута или мята или другие травы ароматные это но примерно так же как в россии на укроп петрушка да то есть но это как бы самая дешевая простая скажем так жертва это не значит что фарисеи другую десятину не отдавали нет но имейте ввиду что они до мелочей соблюдали даже в такой мелочи боялись нарушить закон при этом как господь говорит они забывали суд и любовь божию и притесняли вдовит сирот и так далее чем о них именно притесняли что они такого могли ужасного делать но вот здесь опять же нужно знать реалии того времени да господь говорил ведь с теми конкретными фарисеями до того времени на тот момент фарисеи очень активно занимались ростовщичеством вообще при храме тоже существовало даже саддуки этим занимались саддуки это или тогда священники первосвященники духовная элита народа тоже занимались бизнесом до всяким обменом валюты брали деньги в рост и так далее да так вот и фарисеи этим тоже занимались и это однозначно ведь осуждается в торе да в пятикнижие моисеевым законе моисеевым нельзя давать деньги в рост то есть дать взаймы и попросить вернуть тебе с процентами тем не менее фарисеи находили как обойти этот закон например кредитор назывался партнером а соответственно процент и счетчик назывался дивидендами но и так далее массу всяких способов они имели как обходить закон и в общем то таким образом они обижали очень многих людей потому что требовали обратно с процентом вернуть им деньги ну а кто в основном берет деньги в долг правильно это чужестранцы которые например пришли и растратились не знает цен или может разбойники их ограбили по дороге это конечно вдовы это конечно сироты то есть ну кто в основном берет деньги в долг слабые слои населения да когда нет кормильца или человек в чужой стране и вот господь за это и упрекал их скорее всего да так считают что вот мол как они обижали вдов и сирот они помогали им финансово только требовали потом деньги обратно с большим процентом если те не платили они строго по закону вели их долговую тюрьму соответственно господь говорит вы забыли суд и милость суд в данном случае обозначает любовь к ближнему так как правосудие и не притеснение ближнего происходит от любви к нему так пишет нам святитель феофилакт болгарский а словом любовь божия без сомнения обозначает господь всецелое расположение к богу потому что когда человек расположен к богу он и ближних будет любить без лицемерия то есть не различая богатый человек бедный нужный он тебе в жизни ли не нужный ко всем будет относиться человек любящий бога абсолютно ровно обидчик ли это твой или близкий друг и да то есть человек не будет различать он будет смотреть на людей также как смотрит на них бог и вот это господь ставит выше исполнение закона внешнего внешнего так сказать порядка внешней дисциплины вообще-то по сути дела то что мы наблюдаем вот в этом разговоре господа с фарисеями христос фактически возвращает их к их же древнему иудаизму какой он у них был до второго храма скажем так до изгнания вавилонского плена иудаизм потерпел ведь не раз свою историю большие изменения да мы с вами знаем что была вера авраама потом был период вот синая и египта и пуст вернее исхода из египта синая и пустыни моисей потом был период судей это все вера евреев вера в бога едино претерпевала изменения потом был период первого храма централизация монархия до потом был 5 2 храмов после вавилонского плена именно возвращение на родину, усиленное возвращение к вере с многими законами, которые были в то время написаны и созданы, так историки библиида нам рассказывают, так оно и было. Соответственно, Господь возвращает их к истокам. Хотя бы вот к закону Моисееву возвращает их, это ведь действительно истоки. Потому что до закона Моисеева Вера не имела как бы формы, вера евреев. Она была разрозненной, разнообразной, разные, скажем так, племена по-разному могли верить, а вот с момента закона Моисеева есть единый закон, дисциплина, ограда как бы закона. Господь возвращает их туда. Написано же, что нельзя делать этого, что главное – это любовь к ближнему, суды и милость. В принципе, в Ветхом Завете очень много об этом есть. Да, там есть заповеди око за око, зуб за зуб, но эти заповеди скорее были предназначены для того, чтобы человек остановился, чтобы человек подумал, прежде чем я обижу ближнего, он ведь будет иметь право также обидеть меня, не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. В принципе, эта заповедь подводила к этому. Просто опять же поступенно всё шло, развивалось постепенно, поступенно, как угодно. Соответственно, Господь возвращает их назад, возвращает их к истокам, и они этому очень сильно сопротивляются. Им это, конечно же, не нравится. И вот Господь уподобляет фарисеев гробов раскрашенным. Фарисеи – это вообще-то прушим, толкователи закона. Люди, которые всю свою жизнь посвящали изучению Священного Писания и изучению того, как можно это Священное Писание в жизни исполнять, то есть как можно жить по заповедям. То есть люди, которые знали закон просто, можно сказать, на отлично. И ещё и вели несколько обособленных других образ жизни, потому что они не просто, как книжники, вот книжники просто знали закон, как в суде, как в суде, да? А фарисеи – они ещё и очень строго его аскетично пытались полностью исполнять, да? Они не были монахами, они имели жёны, детей, но они старались жить супер благочестиво. Но вот как есть и сейчас такие семьи, да в любой религии они есть, когда и отец, и мать стараются, чтобы дом был, ну, просто идеально построен по заповедям, канонам их религии, да? Вот точно так же были фарисеи. И вот Господь говорит, вы как гробы, потаённые или у Матфея гробы повапленные, то есть раскрашенные, когда люди не видят, что внутри-то кости, да? В то время мы с вами когда-то гуляли, на нашем блоге есть передача, я даже сейчас помещу ссылочку наверх, вы можете посмотреть наше путешествие с Рафаэлом Зимнее по Кедронской долине и увидеть, какие гробы строили у нас в Палестине, какие потрясающие надгробные памятники Израиль строил, да, своим священникам или там богатые люди себе создавали. Но ведь, да, гроб красивый, но внутри-то всё равно это кости, всё равно это тлен, да? И вот, соответственно, не может человек живой выглядеть, как его собственный гроб, когда снаружи-то он очень красивый, и даже штукатуркой цветной раскрашен и украшен, а внутри-внутри тлен, да? Вот Господь предупреждает об этом, что вот на это вы становитесь похожи, если вы соблюдаете только внешнюю форму, соблюдаете внешнее благочестие, да ещё и на показ это делаете, а внутренним достаточно не заботитесь, не следите. Дальше в разговор вступают законники, и Господь обвиняет и их, и говорит, что вы налагаете на людей бремена неудобно симые, то есть налагаете на них тяготы закона, да, а сами же перстом единым не шевелите, чтобы их исполнить. Действительно, закон ветхозаветный очень тяжёл для исполнения. Мы видим сейчас религиозных евреев, которые живут по этому закону, и действительно, это очень тяжело. Если человек учит кого-то жить так, то он сам должен быть совершенно кристального образа жизни, что, в общем-то, конечно, на самом деле невозможно. Почему Господь и говорит, что спасение через жертву Христа, спасение через любовь к Божию, через милосердие, благодать, которую Бог принёс нам своей жертвой, а не через исполнение закона. Потому что исполнить закон идеально, просто физически невозможно. Человек или его не исполнит, или ещё хуже, а исполнит, но впадёт уже в такую гордость и в такое самомнение, что этим перечеркнётся просто всё. Но я имею в виду, в данном случае, конечно, только внешнее исполнение закона, о чём Христос как раз здесь и говорит в данном случае. И вот дальше Господь говорит об избиении пророков, о том, что евреи и иудеи строили гробы пророкам. И действительно, мы до сих пор имеем гробы пророков. Некоторые сохранились, но в древности их было гораздо больше, этих памятников, подтверждая этим, что вы сами дети избивших пророков. То есть ваши отцы убивали, вы строите гробы. Но обычно здесь, как это место объясняют, тем, что сам факт того, что евреи созидают гробы пророкам, они этим признаются, что они иудеи, а значит, дети тех, которые пророков убивали. Действительно, пророков, конечно, не всех убивали, но были случаи, когда пророков убивали камнями, ещё как-то за те жёсткие обличительные слова, которые они говорили. Но в принципе ведь так же поступили, собственно говоря, и со Христом его распяли, его убили именно за те слова, которые он говорил. И на самом деле, мне кажется, вот есть один такой протестантский толкователь, который в данном случае очень понравился нашему профессору Лопухину из Московской Духовной Академии. И вот он в своей толковой Библии ссылается именно на него и цитирует его мысль, что здесь Господь вовсе не признаёт поддерживание пророческих гробниц делом дурным, ну, разумеется, а говорит только, что современные ему евреи недалеко ушли в отношении к пророкам и их учению от своих предков. Те предки не слушали пророков и даже умерщвляли их, ну, конечно, не всегда. А эти ограничивают своё почитание пророков почитанием их гробов и устроением этих гробов, вместо того, чтобы почитать слова пророков и их исполнять, и их взять за основу своей жизни и жить чисто и не лукавить пред Богом. Также поражает совершенно, что Господь здесь сравнивает иудейский народ с Каином, который убил Авеля. Но если мы с вами на минутку представим себе, чем было то убийство, это было убийство одним братом другого брата, то поймём, что Господь, хотя и обидно очень говорит иудеям в данном случае, но он подчёркивает, что пророки были их братья, их братья и по крови, и по вере, точно так же, как сам Христос. И, соответственно, убийство пророков – это не менее тяжёлое дело, чем убийство, которое совершил Каин, убив своего брата Авеля. И также здесь говорится о некоем пророке Захарии, который был убит между алтарём и жертвенником. Вот кем был этот пророк Захарий, вернее, который из Захарий это был, до сих пор остаётся загадкой. Некоторые считают, что это был тот самый древний пророк Захария, у которого есть книга Захария из Библии. Другие же говорят, что это был отец Иоанна Предтечи, который был священником и пророком, когда родился Иоанн Предтечи, он пророчествовал о том служении, которое будет нести Иоанн. И вот что речь идёт именно о нём. Обстоятельства же смерти Захарии это только лишь церковное предание. В Евангелии об этом ничего нет, и в деяниях апостольских также. Поэтому здесь есть разные предания. Вот Феофилакт Болгарский озвучивает такое малоизвестное предание, видимо, распространённое в его, скорее всего, времена, о том, что пророк Захария, это был именно отец Иоанна Предтечи, пишет он, и он Матерь Божию во время богослужения в храме поставил там же, где стояли девственницы, хотя она уже была Матерью Христа. И такой вызвал гнев в народе за это, что они за это его убили, как нечестивца, который нарушает закон о том, что женщины не могут стоять вместе с девами. Вот такое необычное, довольно редкое, кстати, на самом деле, предание. А более распространённое говорится о нём в житии Иоанна Предтечи, когда воины искали убить младенцев по приказу Ирода, младенцев от двух лет и ниже, надеясь среди них убить и новорожденного царя Иудейского, Христа Спасителя, они ворвались в храм. И все же знали, что у Захарии недавно как раз родился сын, они спрашивали, где твой сын. И Захария не сказала им, где находится Елизавета с младенцем, и они за это его убили. И вот мы с вами, читая всё это, конечно, можем несколько удивиться. Ну и какое нам дело, да? Понятно, фарисеи и книжники были плохими, но мы-то христиане, мы хорошие. Вот Церковь Святая всегда учит нас, мы с вами не раз об этом говорили, когда слова обращены к иудеям, к фарисеям, к книжникам, к самому даже там Иуде, да, в песнопениях церковных. Мы меряем их на себя, мы относим эти слова к себе, потому что грех фарисейства, грех книжничества и начётничества, и чего угодно, знакомно абсолютно всем. И даже не только православным, и не только христианам. В любой религии этот грех есть, когда человек считает себя уже чего-то достигшим, считает себя, как бы скажем, праведником, да, и в мелочах даже вычитывает на пачке печенья великий постсостав, чтобы там не было молочной сыворотки, но при этом совершенно спокойно пишет, например, ядовитейшие комментарии, там, я не знаю, в соцсетях, или просто отказывается, потому что ему надо Акафис читать, помочь соседке или соседу, или даже своему ребёнку, или даже кому-то из ближних, да, и так далее, и так далее. То есть мы очень часто можем впасть в такое состояние, когда внешняя форма для нас становится самоцелью. Вот об этом Христос тут, собственно говоря, и говорит. И в этом смысле, конечно, Ветхий Завет – подготовка к Новому Завету, и поэтому Евангелие раскрывает Ветхий Завет в его сути. А ведь Бог-то один, Бог один и тот же дал и Ветхий Завет, и Новый Завет. Соответственно, тут нет конфликта, нет такого, что вот они читали Ветхий Завет, они плохие, мы читаем Евангелие, мы хорошие, нет. Они просто искажали Ветхий Завет, они его подтасовывали под свои нужды, но ведь и мы это делаем с Евангелием, когда мы не исполняем его, а трактуем по-своему, извиняем себя, находим какие-то оправдания. Так что слова эти обращены и к тем фарисеям, которые жили 2000 лет назад, и к нам, нынешним христианам. Мы можем также проверить себя по всем этим пунктам, не согрешаем ли мы тем же самым. Вот такое сегодня у нас с вами евангельское чтение. Я, при этом, попрощаюсь. Хочу только еще разочек напомнить вам, что буду очень-очень рада видеть вас на своей лекции. Я подготовила очень серьезную, такую прямо, даже сказать можно, академическую немножко лекцию древние монастыри и лавры Святой Земли. Даже если вы были у нас в паломничестве, вы наверняка не посещали целый ряд древних монастырей, потому что некоторые находятся в раскопках и просто недосягаемы для посещения. Но уж тем более вряд ли какой-то гид имел время рассказать вам подробно о возникновении монашества у нас, откуда и как оно взялось, и какие люди в этом принимали участие, о том, какие важнейшие монастыри в древности здесь существовали, и лавры, и почему, кто был первыми монахами здесь, какое было духовное наследие, так сказать, от одного к другому, да, от старца к ученику, ну и, наконец, как жили монахи в древних лаврах, какие виды монашества у нас существовали и так далее. Ну, даже есть гиды, конечно, которые информацией владеют, но никогда времени на это нет, и поэтому эта лекция для меня очень такой важный момент. Я готовилась к ней и просто видела, как я еду опять с паломниками в лавру святого Саввы или ещё куда-то, и вот я с радостью вспоминала места, и те места, которые не могла никогда показать, потому что по программе не было времени. И вот всё это вошло в мою лекцию. Она будет проходить не на ютубе, а на нашем сайте ТОПОС. Ссылочка вот под этим видео есть. Клуб путешествий ТОПОС. Нажимаете на ссылочку, и видите, там в меню страничка лекции. Нажимаете, новые лекции раздел будет, и там сразу моя лекция будет видна, около неё красная кнопка записаться на лекцию. Вот переходите, записывайтесь, лекция появится у вас в профиле на сайте, и будет доступна вам ссылочка целую неделю. Но прямой эфир будет всё-таки 4 июня в 18.00. Но если вы по какой-то причине не сможете на прямой эфир прийти, то в записи вы сможете посмотреть её целых 7 дней. Очень буду рада иметь большую группу паломников, путешественников на этой лекции. Очень волнуюсь, жду, и надеюсь, что вы обязательно придёте. Ну вот, дорогие мои друзья, я вас всех сердечно обнимаю. До скорых-скорых встреч уже в пятницу в нашем новом выпуске блога «Святая Земля сегодня». Ох, и горячий будет выпуск. Приходите. До свидания.